Идея общественного телевидения на самом деле чрезвычайно хорошая. Но, как и любой хорошей идеи, может быть хорошая реализация или ее может не быть. В условиях, когда необходимо работать с гражданским обществом, и гражданское общество, то есть простые граждане страны, должны иметь свой прямой канал транслирования власти, своих проблем, настроений, пожеланий, рекомендаций. Не на уровне записок в Твиттере, которые кто-то читает или не читает, а на уровне системного обращения через массовый канал. То общественное телевидение — это идеальный способ реализации такой тенденции. Создать рупор, через который общество общается со властью, а власть, в свою очередь, имеет возможность на доступном, понятном общечеловеческом языке транслировать свои идеи этому самому гражданскому обществу. Это некая площадка диалога, информационного, идейного обмена. При любом большом начинании, особенно общественно-политическом, важно понимать и важно ответить на вопрос «Чтобы что?». А, собственно, какую главную задачу решает это телевидение, на какой главный вопрос оно отвечает, что является смыслом его работы. Насколько я понимаю, на сегодняшний день ответа на этот вопрос нет. И поэтому пока для меня лично, опять же, это моя частная позиция, будущее этого телевидения остается туманным ввиду того, что нет очевидной концепции, нет некой идеологической, смысловой конструкции, вокруг которой будет выстраиваться активность этого канала. Если это рупор, который позволяет, так сказать, в обе стороны транслировать ценности и потребности гражданского общества и власти, соответственно, гражданскому обществу, то это оправдано и понятно. Тогда давайте сформулируем проблематику и ключевые вопросы. Дальше все само собой выстроится. То есть главное структурировать тему, главное задать смыслы. Все остальное придет.